Губернатор требует отставки мэра Ангарского округа Сергея Петрова. Правда или фейк? 217 миллионов рублей на капитальный ремонт 38-й школы. Капитальный ремонт в школе номер 38 будет осуществляться в течение двух лет. Во время работ школьники будут учиться в других образовательных учреждениях. Лучшие в стране. Она действительно соответствует всем тем критериям, которые предъявляются сегодня современному руководителю. Трое ангарчан стали победителями конкурса среди российских руководителей. Одна из них Анна Ливандовская. Здравствуйте. С главными событиями дня программа «Местное время». В студии Данил Недзельский. Ваш проводник в мире событий. Не успели на федеральном уровне принять закон об ответственности за распространение недостоверной информации, как потенциальные правонарушители поспешила записаться власть региональная. Накануне пресс-служба губернатора Сергея Левченко распространила неподтвержденное никакими документами сообщение о том, что глава региона требует от Думы Ангарского городского округа отставки мэра Сергея Петрова. О происхождении фейковой новости далее в сюжете. Ни много ни мало о отставке мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова потребовал губернатор у местной Думы, ссылаясь на неточности в декларации руководителя муниципалитета. Как выяснилось, официальный документ существует пока лишь в воображении пресс-службы областного серводома. О наличии некоего документа, которого мы пока в Думе в глаза не видели, я узнал, как и все из источников сугубо неофициальных, то есть из разного рода электронных СМИ. Плюс из уст в уста, так сказать, передается информация, информация, обрастая какими-то дополнительными сведениями, дополнительными фактами, эмоциями, оценками. В общем, наворочили уже столько, что разбираться с этим придется, видимо, еще очень долго. Руководитель Думы округа уточнил, информационная атака, с которой сейчас столкнулся мэр, а в дальнейшем, вероятнее всего, столкнется депутатский корпус, связана с громким скандалом при замене лифтов в Ангарске, не утихающим уже полгода. Как только мы перешли в плоскость подготовки обращений в компетентные органы, правоохранительные органы, в полпреду президента по Сибирскому федеральному округу начали писать прокуратуру, сразу в том числе возникла тема рассмотрения нашей декларации соответствующей комиссии в Иркутске. Декларации были поданы еще весной. Почему нужно было ждать поздней осени для того, чтобы так отреагировать? Депутатский корпус весь является активным участником конфликта. В депутатской группе, которая занимается непосредственно этой работой, это у нас Газинский, Куранов, Никульникова, претензии получили Куранов и Никульникова. Денис Васильевич имел другие претензии, связанные с его профессиональной деятельностью. Мэр округа сейчас находится в очередном отпуске, недоступен для комментариев. Есть мнение, что спешка с обнародованием черной метки от губернатора связана именно с его отъездом. Между тем, уже в конце января Сергей Петров не делал секрета из назревающего конфликта с руководством области по поводу приемки новых лифтов. Нас от контроля дистанцировали. Нам говорят, вы только в приемке участвуете. И когда мы приходим на приемку, говорят, ребят, вы что тут нагородили-то? А они, ну что, подписывай, все ты, давай. Ну, видишь, все, год кончается, деньги испаряются. А там уже не исправишь, даже не исправишь. Вот она такого качества работа, что ее надо было контролировать на фазе исполнения. Нет исполнительных, нет актов скрытых работ. То, что нормами являются. То есть просто не ведутся журналы. Вот эти вещи, которые просто люди иногда не понимают, даже как выполняются работы, какая документация готовится. И принять их становится невозможным. Напомним. По данным из открытых источников, ООО «Звезда» связана с семьей губернатора Левченко. Представители ангарских властей, исполнительной и законодательной, подчеркнули. Никакие методы давления из Иркутска, мнимые или реальные, не могут повлиять на их принципиальную позицию. Вопросы безопасности передвижения ангарчан в новых лифтах останутся в приоритете работы муниципалитета. Елена Мельветт, Михаил Колотушкин, Алексей Выборов. Местное время. В этом году в 16 образовательных учреждениях города проведут ремонт. На эти цели из бюджетов двух уровней регионального и муниципального направят порядка 130 миллионов рублей. Львиная доля этих средств будет потрачена на ремонт 38-й школы. Здание было построено в 69-м году прошлого столетия. И с тех пор никакого ремонта там не проводили. Для учеников этой школы двери 1 сентября не распахнутся. Здание пустеет в мае примерно на два года. Дело в том, что учебное учреждение попало в программу развития образования Иркутской области. Объемы финансирования уже утверждены. Точно так же, как и перечень работ. А детей, которые посещают эту школу на время ремонта, распределят по другим учебным учреждениям. В следующем учебном году обучающиеся 38-й школы и вечерние школы будут обучаться в зданиях других общеобразовательных учреждений. Начальные классы 38-й школы. Здание начальной школы номер 4, которая находится в 7-м микрорайоне. 5-й и 11-й классы школы 38 в основном здании 4-й школы, которая размещена в 6-м микрорайоне. А обучающиеся вечерние школы в здании 29-й школы. Часть масштабных работ намечена уже на летний период. Строители поменяют кровлю здания, восстановят фундамент и фасад, заменят систему отопления, водоснабжения и канализации. Планы на 2020 год не менее грандиозные. Замена покрытия на спортивной площадке, установка новых теплиц, оборудование тротуаров и внутреннего двора школы. Мы для того, чтобы попасть в эту программу, проделали долгий путь. И этот период вхождения в программу занял более 7 лет. Так вот, капитальный ремонт в школе номер 38 будет осуществляться в течение двух лет. И проведение капитального ремонта осуществляется на условиях софинансирования двух бюджетов – регионального бюджета и муниципального бюджета. На капитальный ремонт школы выделено 217 миллионов рублей. Как отметила Лариса Лысак, это приличные деньги для реконструкции одного образовательного учреждения. Средств хватит и на то, чтобы оснастить школу системой охранного видеонаблюдения и современной системой пожарной безопасности. Кроме того, частично будет проведен ремонт еще в 16 образовательных учреждениях города. Где-то заменят кровлю, где-то отремонтируют пищеблоки. В некоторых школах обновят спортивные залы и поменяют электропроводку. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов, Местное время. Переправа на остров Ольхон закрыта. Из-за больших трещин выезд на лед становится опасным, сообщают в региональном центре МЧС. Как пояснили спасатели, структура льда изменилась из-за высокой температуры днем. И его безопасность сейчас не зависит от толщины. До мая жители острова остаются отрезанными от материка. В это время начинает ходить паром. А пока перенаправлять местных жителей и туристов будут при помощи так называемых подушек вездеходов Хивус. Напомним, официальная переправа была открыта в феврале. В Братском районе полицейским пришлось открыть огонь, чтобы задержать нарушителя из Вихоревки. Накануне вечером водителя Тойоты пытались задержать за неисправные фары. Однако тормозить лихач не счел нужным, а лишь прибавил скорости. Сотрудники полиции преследовали гонщика несколько километров, после чего был сделан предупредительный выстрел. Следующий уже по колесам авто. В итоге Горест ретрейсер был задержан. Им оказался 18-летний подросток. Водительских прав у юноши не оказалось. Теперь ему грозит административный штраф. В Ангарском городском округе проверяют готовность к лесным пожарам. Выездные учения прошли за 30 километров от города, куда стянулись все оперативные службы. На месте побывали и наши корреспонденты. Сход снежного покрова на юге области уже не за горами, а это значит, что близится сезон лесных пожаров. С 1 апреля в этой части региона будет введен особый противопожарный режим. А пока всем службам нужно отработать план действий на случай, если пламя приблизится к населенному пункту. В соответствии с замыслом учений, 21 марта на территорию Ангарского городского округа поступило вводное о том, что в населенном пункте Новоодинск произошел переход лесного пожара с территории федеральных лесов на населенный пункт. В результате перехода у нас охвачены пламенем три здания и получается предварительно 12 пострадавших. В случае серьезной угрозы на место выезжают не только пожарные расчеты, но и представители лесничества, а также все службы, отвечающие за обеспечение общественной безопасности. Там же располагается пункт руководителя гражданской обороны. Принимается решение о вводе режима ЧАЭС. На данный момент по замыслу учения пожар локализован, приступаем к ликвидации. В то же самое силы полиции провели оцепление, провели выставление постов для охраны общественного порядка. Поэтому все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с планом учения. По решению межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, командно-штабные учения будут проводиться по всей области до 28 марта. Александр Бочков, Дмитрий Швецов. Местное время. Трое ангарчан стали победителями Всероссийского открытого конкурса лучших руководителей России. Одна из них это заместитель директора первой гимназии Анна Ливандовская. За какие заслуги ангарчанка получила такое звание и что дает высокий титул, узнали наши корреспонденты. Пять групп по 25 воспитанников и 30 сотрудников педагогического младшего обслуживающего персонала. Таков коллектив дошкольного отделения «Улыбка» первой гимназии. И всем этим дружным сообществом второй год руководит Анна Ливандовская. За плечами 18 лет трудового стажа. Начинала простой уборщицей, затем стала воспитателем. Выросла до большого начальника благодаря стойкому характеру, целеустремленности и активной жизненной позиции. Сегодняшний руководитель должен быть мобильным. Он прежде всего должен быть лидером, конечно, чтобы за ним шли и шли вместе с ним. И реализовывали те поставленные вместе задачи. Он должен быть, ну, наверное, интеллектуально, с высоким таким, ну, достаточно хорошим интеллектуальным уровнем развития. Он должен быть дальновидным. Вот, наверное, к этому ко всему я и стремлюсь и стараюсь быть такой. Во всероссийском конкурсе Анна Ливандовская победу одержала впервые, хотя завидные трофеи у ангарчанки уже есть. В 2012-м она стала лидером в региональном конкурсе среди молодых руководителей. Заведующая регулярно участвует в социальных программах, руководит муниципальным партнерским проектом «Первые шаги в профессию», который уже 10 лет помогает молодым специалистам дошкольного образования получить профессиональный опыт. Результаты этого труда высоко отметили жюри всероссийского конкурса. А на работе ее ценят за добросовестность, порядочность и открытость. За короткий промежуток времени она превратила прогимназию в эталон дошкольного учреждения. Она действительно соответствует всем тем критериям, которые предъявляются сегодня современному руководителю. А плюс еще такая молодость, такая одержимость и стремление вперед и вперед, активная, она очень активная вообще в целом у нас в образовании. И я думаю, что у нее много получится, много чего получится. Я думаю, что у нее будет хорошая карьера. В престижном конкурсе страны участвовали более 30 тысяч россиян. В лидеры выбились лишь 548 человек. Трое из них – ангарчане. Имена победителей зарегистрированы в Федеральном резерве управленческих кадров. А пока Анна Ливандовская полна свежих идей, а сильная, исполченная команда поможет их воплотить. Ведь коллектив, которым управляет признанный лучший руководитель Российской Федерации, способен на многое. Мария Константинова, Дмитрия Новопашин. Местное время. Зарядить телефон или воспользоваться бесплатным интернетом – это станет возможным в общественном транспорте города. В ангарских трамваях установят розетки и Wi-Fi роутеры. В ближайшее время на линию выйдут 4 оборудованных вагона. Постепенно современные системы электропитания появятся во всем автопарке ангарского трамвая. Для удобства пассажиров, потому что человек едет, то есть он может промежуток большой расстояния. Поэтому, если он, допустим, от 205 до Сангородка, то вполне успеваешь зарядить телефон. Сейчас ведется переговоры с провайдером для установки доп. оборудования для раздачи Wi-Fi сигнала. Появление дополнительных услуг на стоимости проезда в трамвае никак не отразится, отметили в управлении. Кроме того, не станут они и дополнительной статьей расходов для самого предприятия. Ангарские велосипедисты вернулись с очередных сборов с медалями. BMX-спортсмены стали победителями первого этапа Кубка России, который традиционно прошел в Саранске. София Рыхлицкая и Майя Савина снова чемпионы одного из сложнейших велозабегов страны. Мария Константинова продолжит. Второй день соревнований. Напряжение уже зашкаливает. Ангарские девчонки среди своих сверстниц уверенно лидируют. Майя Савина и София Рыхлицкая уже много лет покоряют трассу Саранска. Здесь единственный крытый корт в стране, где проходят соревнования по BMX-спорту. На первый кубок России съехались велогонщики из 12 регионов. Наши девочки не подкачали. Мне тренер дал задачу набрать как можно больше дистанции между собой и соперниками. Поэтому я подумала, что расслабилась, потому что меня начали догонять девочки. И даже одна девочка меня обогнала на вторых соревнованиях во втором заезде. Но я подкрутилась и смогла догнать на финишной прямой. На первых соревнованиях я лидировала, но из-за лужи на вираже, к сожалению, я упала. Но во вторых соревнованиях мне достаточно так повезло. Я собрала все силы в кулак. Проехала так, как мне посоветовал тренер и заняла первое место. Сегодня для ангарских велосипедистов открываются новые возможности. Руководители спортивного клуба «Ритм» за свой счет арендуют помещение. Они своими силами соорудили искусственные неровности, схожие с препятствиями на трассах. Возможно, ангарские девчонки одержали победу на первом этапе кубка благодаря именно ежедневным тренировкам. Мы смогли зиму в этом году тренироваться в крытом помещении. Не сидели, не занимались УФП. И команда, которая приехала, показала очень хорошие результаты. Потому что здесь есть возможность отработки и старта. И есть возможность педалижа и даже некоторых трамплинов. Потому что все-таки «БМХ-спорт» – это в первую очередь прыжки, это смелость, а это надо нарабатывать каждый день. Несмотря на триумф, велосипедисты на месте не сидят. Майя Савина получила приглашение на участие в чемпионате Европы и в апреле планирует поездку за рубеж. А остальные ребята сейчас усиленно готовятся к первенству Сибирского федерального округа, которое пройдет в июне. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. О погоде на завтра расскажут метеоновости. А наша часть выпуска завершена. Всего доброго.